Принц на пенсии, супруг королевы Елизаветы Филипп, ушёл на заслуженный отдых. За какие экстравагантные высказывания и казусы его запомнят британцы, знает Алексей Пшемырский. Верный спутник Её Величества, герцог Эдинбургский, принц Филипп, ушёл на пенсию под маршей салюты военных. Торжественная церемония скорее дань уважения супругу королевы, нежели обязанность. Филипп и Елизавета поженились ещё в 47-м. По закону королём он стать не мог. Лейтенант военно-морских сил Филипп Маунтен-Беттен получил лишь титул принца-консорта. Конечно, я был расстроен, когда она стала королевой, потому что меня только повысили до капитана. Моё лучшее время в карьере на флоте только начиналось, но моим главным долгом было служить королеве. Долг Филиппа выходил далеко за пределы Букингемского дворца и окружения её величества. За 65 лет Елизаветы Второй на престоле принц Филипп принял участие в 22218 мероприятиях, произнёс 5,5 тысяч речей и вручил более 4 миллионов наград. Я самый опытный открыватель памятных досок в мире. Британцам супруг королевы запомнится прежде всего своим чувством юмора, правда, не раз его подводившим. А кадры встречи с борцом за право мусульманских детей на образование Малалой Юсуфзай облетели весь мир. Я думаю, что у вас дети ходят в школу только потому, что их родители попросту не хотят, чтобы они торчали дома. Несмотря на чувство юмора, скорее моряка, чем монарха, супруг Елизаветы курировал более 800 благотворительных организаций. Именно он помог Вильяму и Гарри пережить трагедию после гибели принцессы Дианы. Он не тот, кто будет выслуживать комплименты, поэтому просто скажу, что это моя сила и опора все эти годы. И я, и вся наша семья, и многие страны мира обязаны ему. После ухода на пенсию Филипп все равно продолжит помогать супруге, которая младше него всего на 5 лет. В этом году королевская чета отпразднует 70 лет брака. Из Лондона Алексей Пшимыский, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.